Как определить территории, на которых сохраняется действие рыболовных участков для любительского рыболовства? Этот вопрос обсудили на онлайн-заседании Федеральной профильной комиссии. Участие в обсуждении принял глава региона Владимир Солодов. Он поддержал изменения, касающиеся включения киты и горбуши в список особо ценных и ценных видов водных биоресурсов. Поскольку раньше их не было в списке, участки для организации любительской добычи этих видов не были определены. У нас уже есть устоявшаяся практика работы таких рыболовных участков. Они создают основу и для туризма, который активно развивается, и для доступа местных жителей к рыбе. Если сейчас не будут продлены договоры в соответствии с нормативными актами, то это создаст, очевидно, серьезную напряженность и с точки зрения ухода с рынка туристических компаний, которые занимаются этим, и с точки зрения ограничения в привычном и устоявшемся уже режиме доступа местных жителей к водным биоресурсам.